Приветствую вас! Давайте рассмотрим ваш вопрос. Как объяснить ребенку, что у папы больше нет? Скучает, спрашивает, когда приедет, тяжело, хотя мы ему сказали, что на небесах. Ну, во-первых, объяснить ребенку невозможно. Многое зависит от возраста ребенка, вы возраст ребенка в данном случае не пишете, но есть вещи, которые объяснить ребенку в определенной степени нельзя. Просто невозможно, не поймем. Вот. Соответственно, если мне все объяснить, здесь нужно, в принципе, можно говорить, вещи такие более понятные, что папа не может быть с нами. Вот. Что папа тебя очень любит, но у него нет возможности быть с тобой и со мной. Вот. То есть говорить сразу, просто более понятным языком. Вот. И не преследовать цели именно объяснить, как вы говорите. То есть, что, в моем понимании, вы вкладываете в это слово, в слово объяснить. Да, в моем понимании, вы вкладываете в это то, чтобы ребенок больше не спрашивал. Вот. То есть вы хотите, чтобы ребенок перестал спрашивать. Пропал. Вот. Чтобы он понял, что его больше нет и сбрасывал. Я могу вас понять в этой ситуации, скорее всего, вам тяжело тоже, потому что это напоминание. Это боль. Вот. И в общем и целом, речь здесь идет о проживании травмы. Вашей собственной травмы. Вот. Травмы, потери, я так понимаю, ну, либо мужа, либо молодого человека, с которым вы были в отношениях и, наверное, его любили. То есть, речь идет о трагедии, о травме потери, которую вам нужно проживать. Самой. Вот. Ребенок, в этом смысле, он очень хорошо копирует, и отзеркаливает поведение взрослого. То есть, что я имею ввиду. Я имею ввиду, что если взрослый, ну вот, в данном случае вы, если взрослый как-то негативно реагирует, на ситуацию, если взрослый воспринимает ситуацию со страхом, с обидой, с болью, с виной и так далее, то есть, с любым чувством, каким угодно. Вот. Неважно, это чувство позитивное или негативное. То ребенок, он с большей долей вероятности будет так же к этому относиться, он будет так же это воспринимать, он будет так же это видеть как взрослый. Вот. То есть, иными словами, мы учим детей тому, как относиться к той или иной ситуации. Вот. Есть довольно простой пример, который показывает это. Он, возможно, не совсем уместен, этот пример, в контексте вот, ну, в контексте вашей ситуации, непосредственно вашей ситуации может быть неуместен. Но, тем не менее, я думаю, что он хорошо бы помог описать тот феномен, о котором я говорю. Известны случаи, когда ребенок падал в воду, маленький ребенок падал в воду. Вот. Играл, 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 играл и свалился в воду. И, соответственно, мама очень сильно испугалась, она бросилась к нему, она с ужасом смотрела на него, говорила, ну, все ли с тобой в порядке, да. То есть, ребенок чувствовал от него страх. После чего было замечено, что ребенок начал бояться воды. Но ситуация сложилась, к счастью, таким образом, что ребенок снова упал, вот, опять в воду, опять в тот же бассейн. Вот. И ребенок сразу, когда это произошло, он засмеялся, он начал как-то веселиться, вот, и ребенок, как бы, лобби бояться перестал. Вот. То есть, эта ситуация, она, как бы, показывает достаточно наглядно, что мы учим детей тому, как, вот, нужно относиться к, ну, к той или иной ситуации. Вот. Поэтому, дело здесь не в объяснениях, которые, которые вы могли бы дать или, вот, предложить ребенку своему. Вот. Могу вас доверить, что объяснения ситуации не помогут, так как, может быть, ну, так как, может быть, вам бы этого хотелось. Здесь вопрос заключается, самый главный вопрос заключается в том, как вы сами, как вы самостоятельно это проживаете. Вот. Как конкретно вы это проживаете? То есть, если вы это проживаете, сейчас я использую такое слово, оно может показаться несколько некорректным, да, и неприменимым вообще к ситуации, которую вы описываете, но тем не менее. Прошу меня правильно понять, то, что я имею в виду, так вот, если вы проживаете легко, это совсем не означает, что вы не страдаете или что вы забыли человека и так далее, нет. А легко это значит, что вот, ну, вот вам захотелось, ну, как-то поплакать, к примеру, да, вы взяли и поплакали. Вот. Захотелось вам, там, не знаю, условно говоря, ну, условно говоря, погрустить, да, вы взяли и погрустили и всё. Вот. То есть, если это проживается легко вам, то и ребёнок, соответственно, тоже будет, ну, воспринимать это как, вот, действительно, такое что-то лёгкое, не самое весёлое, не самое весёлое. То есть, о веселье, вот, в данном случае, вообще никто не говорит. То есть, ну, просто вот, чтобы вы понимали, да. Мы не говорим о том, что это должно быть весело, не говорим о том, что это, что-то, что-то, что-то такое вот счастливое. Мы не говорим о том, что это повод для радости, мы говорим о том, что те чувства, которые у нас есть, по этой ситуации, они у нас не блокируются. То есть, мы даем им возможность быть, мы даем им возможность жить, мы даем им возможность проявляться и выражаться. То есть, ребенок, соответственно, тоже самое к этому так относится. Вот. Поэтому очень важным моментом является то, как вы сами к этой ситуации относитесь и как вы сами эту ситуацию проживаете. То есть, у вас понятное дело. Есть сейчас столкновение с опытом Голя. Вот. И это опыт действительно очень тяжелый, особенно если, ну вот, ваш близкий человек, да, погиб в результате, там, допустим, трагедии или болезни. То есть, когда в дело примечивается фактор несправедливости, по мнению, ну, по мнению, вот, человека, да. То есть, когда присутствует этот фактор, что, вот, что несправедливо, вот, что, ну, так не должно быть и так далее. То есть, если вам самой тяжело, а я вот, ну, могу, я могу предположить, что вам, вам самой тяжело все-таки. Вот. Если вам самой тяжело, то ребёнку, естественно, тоже будет, ну, мягко говоря, нелегко. Вот. Я ни в коем случае вас не обвиняю, ни в коем случае не говорю о том, что, там, вы виноваты в том, что ребёнок спрашивают. Нет, вы не виноваты. В этом, кстати, никто не виноват. Я думаю, что тяжело вам, вот, но поймите, пожалуйста, такую важную вещь, что... Дети в силу своей гибкости сознания, в силу своей открытости, в силу подвижности психики гораздо легче переживать всё, что происходит. То есть, им, как бы, им легче адаптироваться. Вот. Ну, в любой ситуации. Тяжелее адаптироваться всегда, всегда тяжелее адаптироваться взрослому. Взрослому адаптироваться тяжелее, потому что есть такая шпука, как привычка, да, есть такая шпука, как какое-то такое, ну, можно сказать, да, понимание. Вот. Справедливости, несправедливости, да, то есть, вот, все эти вещи, они играют большую, достаточно роль, получается. Вот. И вот за счет этих настроек взрослому очень тяжело. Порой бывает, ну, смириться и принять, вот, ну, какой-то факт, да, факт, там, факт того, что что-то произошло, да, что-то произошло, произошло такое, вот, ну, не очень хорошее, не очень приятное иногда даже, и вот, такое достаточно трагично. Вот, как в России, например, в вашем, ну, вашем мужчине. Вот. Поэтому, поэтому, тем легче вы относитесь к себе, то есть к своим чувствам, например, чем меньше у вас требований к себе, ну, к примеру, быть сильной, да, то есть вот, чем меньше у вас таких к себе требований, тем, чем меньше вы пытаетесь, пытаетесь со своим ребенком быть сильной, вот, тем, чем естественнее вы себя подаете, вот, и чем естественнее вы показываете, например, например, свою грусть, да, свою боль, то есть вот, ну, да, вот, папа не может быть с тобой и со мной, вот, и это, как бы, очень грустно, печально, вот, я хочу, там, условно говоря, мне от этого хочется плакать, вот, ничего страшного в этом нет. Чем естественнее вы себя демонстрируете, чем естественнее вы себя ведете, тем, чем меньше у вас вот какой-то такой необходимости, да, кого-то из себя строить, например, тем легче будет ребенку в этой ситуации, потому что ребенок будет видеть, что какие-то события происходят, события неприятные, события, которые, ну, вызывают у его близких грусть, но в то же время это такие события, на которые повлиять, повлиять, да, что-то сделать нельзя, можно только грустить, можно только оплакивать, например, человека, если его больше нет. И вот здесь очень важно этот момент четко зафиксировать, потому что если вот к такой, условно говоря, зрелости человек не придет, да, и если он в детстве столкнется с непринятием того, что происходит естественно, вот, ну, как бы там ни было, как бы то, что люди уходят, то, что люди умирают, умирают, порой совершенно неожиданно, ну, это практически всегда неожиданно происходят, вот, но то, что люди умирают, это, вот, как бы, ну, чтобы кто бы что ни думал, да, это нормально, вот. И человек борется, с одной стороны, то есть отказывается принимать, отказывается признавать, отказывается проживать реальность, с одной стороны, но, с другой стороны, есть элемент привычки. То есть вот, человека не отпускают по этим двум причинам. И, соответственно, чем быстрее ребенок получит вот этот вот такой совершенно, на мой взгляд, необходимый заряд зрелости, ну, жизненной зрелости, духовной, вот. Чем лучше ребенок получит этот опыт, тем лучше будет для него. А получить этот опыт может только от вас. То есть только вы можете дать ему этот опыт. Больше никто. Вот вы говорите, что, там, мы ему сказали, вот, кто мы, почему это мы, то есть... Откуда такое, вот, обезличивание? Здесь, а, и... Ну, давайте, вот. Давайте я скажу, какие, да... Ну, по сути, отказ от личной ответственности. Вот здесь, вот здесь. На мой взгляд, происходит. Вот. То есть, как бы... Почему мы? Это не мы. Это вы. То есть вы... Что-то сказали своему ребенку вы. Не мы. Мы. То есть, в этом смысле, мы... Мы нет. Если вам тяжело, например, если вам тяжело, ну, тяжело брать ответственность. Ну, условно говоря, да, слова какие-то, если вам все это трудно, то... Опять же, можно, в этом смысле, заручиться поддержкой... Ну, поддержкой... Психолога, да, поддержкой... Кого-то из близких адекват... Ну, адекватного, кто не будет вас... Жалеть, кто... Просто, вот... Эм... Ну, с вами рядом... Эм... Побудет, выслышает... Эм... Вот. И даст какую-то... Такую... Адекватную, я бы сказал... Эм... Эм... Ну, обратную связь. Вот. И... Эм... Таким образом... Поможет вам... Эм... Эм... В этой ситуации. Вот. Вот. То есть, прежде чем тогда объяснять ребенку, крайне желательно, чтобы вы, вот... Сами... Для себя определились с... С... Отношением. То есть, а я-то как вообще, вот... Отношусь? Я-то вообще как... Эм... Э-то вижу. Вот. То есть, для меня-то это все как? Вот, я хочу... Объяснить ребенку, да? Что-то... А для меня-то самой... Э-то как? Потому что, если для нас самой это... Эм... Ну, как-то вот... Тяжело и... Ну, затруднительно. Например. То... Естественно, что... В... 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 что на самом деле там ситуация другая и вот, то это не повлияет на ребенка хорошим образом не повлияет никак. То есть обман дети чувствуют. Они никогда не знают, что это обман, то есть суть, ну суть, феномен если угодно обмана, дети понимают за друга до того, что сильно после того, как они с ним сталкиваются и даже после того, как сами научаются обманывать. То есть сначала для ребенка обман не есть обман. И вот очень важно, чтобы в этой ситуации вы не учили маленького человека обманывать, чтобы вы не учили маленького человека обманывать, чтобы вы не учили его, потому что есть какие-то чувства, которые нельзя вообще испытывать. Есть чувства, которые нельзя иметь. Например, грусть или там что-то такое. А это вот в какой-то степени происходит тогда, когда взрослый опять же сам себе вот запрещает как-то. Ну, запрещает сам себе грустить. Вот это происходит тогда, когда взрослый сам себе грустить не позволяет. Это происходит тогда, когда взрослый определяет к себе, ну, такие вот очень высокие требования. Требования, которые обеспечить взрослый сам не может. Вот. Ну, вот судя по тому, что вы говорите, я могу предположить, что вы не можете обеспечить требования к себе. В плане донесения до ребенка чего-то. Вот. Ни в коем случае не ваша вина. Ни в коем случае не ваша вина. Вот. Просто, ну, как бы речь идет о определенной реальности. Вот. Чем быстрее вы эту реальность примите, а принять вам ее, ну, гипотетически, будет легче, если вы выберете психолога, да, и вот со специалистом поработаете. Чтобы вам помогли прожить то, что вы чувствуете, чтобы вам было легче, и чтобы вы, как бы, не приносили это ребенку в большей степени. Вот. Которая может, ну, так или иначе, по-моему, ему повредить, да, например. Но, в целом, я хочу сказать, что вот двигаться вам нужно в этом направлении. Очень часто слова, они подбираются, ну, сами собой слова подбираются. Вот. То есть, вот как-то вот это происходит естественно, естественно, потому что это как-то происходит. вот как-то, то есть, вот просто человек, вот, например, занимается, опять же, психотерапией, да, вот, просто вот он, вот, в какой-то момент, вдруг, понимает, что у него есть, у него есть, у него есть слова, у него есть, вот, что сказать, у него есть какой-то ответ, вот, и этот ответ, он приходит, как бы, ну, вполне естественно, да, он совершенно. А, совершенно этот ответ не измученный, не вымученный, он абсолютно, как бы, вот, сам собой, там, ну, сам собой раздается этот ответ. Вот, вот, но, до этого нужно дать. Вот. То есть, понятно вот, что сейчас такого ответа у вас нет. Я повторюсь на всякий случай, хотя я об этом уже говорил неоднократно, вот, я повторюсь на всякий случай, что вы не виноваты, вас никто не винит, вот, вы не виноваты ни в чем, я уверен, что вы стараетесь быть хорошей мамой, я уверен, что вы, я уверен, что вы хорошая мама, вот, просто вам, ну, вот, в данном случае нужна помощь, вот, потому что, ну, есть вещи, которыми самостоятельно справиться достаточно тяжело, вот, и это, опять же, повторюсь, не ваша вина, ни в коем случае, вот. Интересно, что вот мне почему-то пришла в голову сейчас эта идея о том, что вы себя можете винить за что-то, и мне кажется, что вот вполне вероятно, вполне вероятно, что вы себя действительно за что-то вините, вот, вполне вероятно, что вот чувство вины как-то отягощает вам ситуацию, ну, отягощает вам ваше состояние, так скажем. Вот, поэтому я думаю, я думаю, что вам крайне, крайне желательно, если такие чувства у вас есть, крайне желательно их прожить, вот, чтобы они вас не оправляли, не оправляли, вот, потому что сейчас есть ощущение, что вы правитесь, своим горем, да, вы правитесь своей болью, вы правитесь потерей, вы правитесь чувством ответственности там, грубо говоря, перед ребенком, вот. Хотя, такой необходимости, вот, ну, в принципе, вот, может и нет, то есть может и нет такой вот прямо острой необходимости травиться, вот. Вот. Вот такой ответ хотел бы я вам дать сейчас. Конечно, вам, вам, к вам много сочувствия, вот, сочувствия вашей потери, сочувствия вашей трагедии. Жаль, что вы, ваш ребенок оказался в такой ситуации, вот, ну, здесь важно как-то понимать, что вы не одна, понимать, что вы находитесь среди людей, что люди, вот, в целом, готовы вам помогать, вот, только главное, ну, главное, чтобы вы, ну, чтобы вы позволяли людям это делать, вот, главное, чтобы вы позволяли, позволили людям помочь вам, ну, помочь вам, вот, потому что есть ощущение, что вы, ну, знаете как, вы можете закрыться, вот, есть ощущение такое, что вы можете закрыться от людей, и есть ощущение, что вы, ну, ну, когда не пускаете людей, все, поедете. Всего вам, всего вам, всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен. За обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, обращайтесь. Продолжение следует...